Вашингтон нарушает базовые нормы международного права. Так, в Москве оценили действия американских властей, которые фактически сорвали визит Нью-Йорк российской парламентской делегации во главе со спикером Совета Федерации Валентина Матвиенко. Подробности дипломатического скандала в репортаже нашего корреспондента Кирилла Брайнина. Запрет на поездки дальше 25 миль от Манхэттена и разрешение только на одну встречу с генсеком ООН. В переводе с дипломатического языка такие ограничения звучат как «мы вам не рады». Впрочем, и это не вполне отражает, мягко говоря, грубоватый тон. В российском МИДе такой выпад против спикера Совета Федерации и вовсе назвали возмутительным и обещали не оставить без ответа. Подобные действия американских властей совершенно неприемлемы. Они представляют собой и нарушения общепринятых норм, в том числе правовых, идут вразрез с обязательствами государств, которые принимают на своей территории многосторонние форумы. Если уж к чему-нибудь это мероприятие не имеет отношения, то к Соединенным Штатам Америки. Потому что не они приглашали этот форум, и не они приглашали Валентина Ивановна Матвиенко. И они должны были просто дать разрешение на въезд в свою страну, которая принимает у себя международное мероприятие. Российская делегация во главе с Валентиной Матвиенко должна была принять участие в четвертой сессии Межпарламентского союза. Это мероприятие под эгидой организации объединенных наций. Соединенные Штаты, кстати, вообще в этот союз не входят. В данном случае Америка лишь место проведения встречи, а уж никак не принимающая сторона. Но в Госдепартаменте, видимо, думают иначе, раз решили ограничить передвижение спикера Совета Федерации, ссылаясь на то, что Матвиенко в санкционном списке. Американские условия в Совфеде назвали неприемлемыми. Парламентарии в итоге в Нью-Йорк не поедут. Это можно воспринимать как недружественный шаг по отношению России. И, естественно, я уверена, что он не останется незамеченным. Мы будем на всех международных парламентских площадках жестко ставить вопрос о нецелесообразности проведения крупных международных мероприятий на территории стран, которые ограничивают деятельность международных организаций. Второе, мы будем поднимать вопрос о недопустимости каких-либо санкций по политическим мотивам против парламентариев любых других стран. Валентина Матвиенко уверена, скандал с визой лишний раз демонстрирует реальное отношение Вашингтона к демократическим ценностям, которые вообще-то не имеют ничего общего с организацией цветных революций и введением санкций против тех, кто не согласен с политикой Соединенных Штатов. Санкции против парламентариев, ну просто действительно выглядят дикостью и средневековьем. Это, по сути, искажение самого содержания парламентаризма, потому что именно парламентарии всегда во все времена должны выстраивать мосты между странами международными. Многие политики и эксперты куда более риски в оценках, называя действия США пощечиной, причем не лично спикеру Российского Совета Федерации, а всей системе международного права и дипломатическому этикету. Это абсолютно скандальная ситуация демонстративного неуважения к человеку, к должности, потому что это все-таки председатель Федерального Собрания страны, и это неуважение к стране в целом. В последние 20 лет я не встречала такой практики в странах, называющих себя демократическими. Да, страна может не впустить кого-то на свою территорию, но на самой территории ограничить место передвижения, время пребывания. Это что-то такое из практики совсем других режимов, отнюдь не демократических. В очередной раз Вашингтон демонстрирует позицию, совершенно оторванную от международного права, от дипломатических норм, да и просто от реальности. Конечно же, власти Соединенных Штатов не могут диктовать руководству какой-либо страны, уж тем более России, проводить ли какие-либо встречи в рамках международной организации или не проводить. Ни в ООН, ни в посольстве Соединенных Штатов решение российской парламентской делегации отказаться от поездки в Нью-Йорк не комментируют. Впрочем, эксперты считают, сказать им особо нечего, кроме констатации очевидного факта. И так далекие от идеала отношения России и США усилиями американской дипломатии на этой неделе оказались от него еще дальше. Кирилл Брайнин, Андрей Бакашев, Олеся Трофимович, Дмитрий Новиков, Валерий Жичкин и Сергей Валетов. Первый канал.